Ооо, хей, мои дорогие, добро пожаловать на мой канал, Маугли здесь, это Totally Great Battle Simulator, и вы видите эту эпическую цифру посреди экрана, у нас при альфа-версии 0.1.13, всеми правдами и неправдами я клянчил разработчиков этого обновления, и каким-то невероятным, совершенно невообразимым образом, при помощи моего приятеля Гранд Леона, этот ключ прилетел ко мне, это просто потрясающе. Я надеюсь, что разработчики об этом не узнают, и не будут слишком нервничать, потому что они, честно говоря, в шоке, когда я им написал, говорю, почему все мои подписчики уже играют в версию 0.1.13, да и вообще, в принципе, играют в Totally Great Battle Simulator, они сказали, что? Невозможно, как это вообще произошло? Мы не знаем, откуда произошла утечка, мы-то знаем с вами, что русские пираты все это распространили, разослали, теперь все в нее рубятся. А эти ребят-разработчики в шоке, они рвут волосы на своей голове и не знают, что теперь с этим делать. Ну ладно, это, в общем-то, не наша забота, наша забота сегодня играть в это обновление. Мы, конечно, с вами поиграем сегодня в сэндбокс, но я бы хотел в первую очередь сегодня потестировать новые юниты, которые у нас добавились. Это мушкетеры, ну не те, которые мушкетеры, там, Артос, Партос, Арамис и так далее, а это мушкетмены или люди с мушкетами, значит, стрелки, будем их так называть. Также у нас появилась новая еще и военная такая вот установка, называется Хвача. Или Хвача, 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 не знаю. Хвача, вот здесь она 650 стоит, самая дорогая из всех, что пока что есть здесь. Будем их тестировать сегодня. Простите, пожалуйста, что я не буду сегодня воплощать в реальность ваши задумки, которые вы писали там в комментариях под видео, за что я вам очень благодарен. К этому мы вернемся, но позже, в следующих сериях. А сегодня просто будем тестировать, потому что я в таком радостном предвкушении и возбуждении нахожусь, что хочется в первую очередь посмотреть, как будут работать наши мушкетеры, мушкетмены, стрелки. Так, давайте попробуем, значит, давайте просто попробуем, насколько они крутые. Поставим 30 мушкетменов и поставим еще побольше, давай-ка поставим. Давай соточку поставим наших голодранцев. Так, отлично, поехали, смотрим, что получится. О, нормально, нормально, смотри, толпа идет. Вот, внимание, орудия к бою. Ну-ка стреляйте, посмотрим, посмотрим, на что вы способны. Ну. Вау, нихрена себе. А что это вы головами-то такая дергаете? Что это они метятся, типа так? Или они просто так, а нет, 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 врешь, не уйдешь. Эй, смотри, голодранцы нападают. Нихрена себе, мушкетмены, вперед, стрелки мои. Мушкетеры, мушкетеры, мушкетеры облажались. Эти опять, смотри-ка, целуются тут, господи. Я не понял, а что такое-то? А что вы так коряво стреляете? Ну-ка, давай еще-ка. Давай-ка 60 их поставим. Так, у нас было 30, поставим их 60. Ну-ка посмотрим, неужели толпа голодранцев может так легко? Ничего, да вы зачем своих-то завалили здесь? Запинали совсем. Неужели... Какого хрена половина армии моей валяет? Смотри, ха-ха-ха, эти такие обнимаются, смотри. Привет, смотри, он умер. Он умер на моих коленях. Вы видите, это очень эпичная картина. А может быть, это даже какие-то, я не знаю, братья. У них еще один брат умер, и они такие... Я даже не хочу смотреть, что там происходит. Мне кажется, это очень крутая была сейчас сцена. Очень печальная. Кто у нас победил, так сказать, я даже не заметил. Ну-ка еще раз, давай пробуем. Охренеть. Они, смотри, они друг на друга упали, и сразу же все... Не, их нельзя ставить. Они сразу же все завалились. Это смотри, так вон нападает. А, привет. Давай обнимемся. Не-не-не, их надо ставить как-то немножко порознь, потому что почему-то... Видимо, может быть, они своими мушкетами их бьют. Ну-ка посмотри. По-моему, у него глаза другие. Реально, смотри, у него глаза другие. Маленькие глазенки такие сосредоточенные. А у этих чего глазища там? У этих огромные глазища. Ну, правильно. Эти такие в штаны наложили от страха. У них теперь глаза огромные. А эти такие, чтобы метиться. Прикольно придумали разработчики. Что они как будто метятся такие. Сейчас, 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 я в тебя попаду. Прям промеж глаз. Эй, я не понял. Вы что, друг друга, что ли, стреляете? Да ну, орудия к бою. Давай, давай, давай. Мушкеты очень хреновое оружие, потому что они, конечно, бронебойные. Они стреляют далеко. Но при этом они очень медленно перезаряжаются. Ну, смотри, не получается, не получается у нас пока что. Давайте-ка поставим вот сюда их. 60 штук. Сделаем. Ага, и попробуем. Надо все-таки их как-то, знаете, ну, надо пору за них ставить. Иначе, когда они близко сильно. Сколько у нас там было? 60 их. Здесь 60 и здесь 60. Давай-ка точно попробуем. 60 против 60. Ради интереса просто. Просто ради интереса. Так, сюда, сюда. И вот сюда еще убираем. Все, поехали. Практически равные силы. Я не понял, целый ряд, почему у меня упал? Какого хрена вы делаете? Опять, смотри, отдыхают. Ну, что ж с вами такое-то неладное. Друзья, я половину. И эти тоже, смотри. Я их вообще очень далеко друг от друга поставил. Почему? Вот, ребят, если вы знаете, обязательно напишите, почему. Вот это, что это такое вот. Что они делают? Как они умерли? Если вы знаете, почему это происходит, напишите об этом в комментариях, пока я что-то не понимаю. Смотри, в замедленном действии такие. Уоу, бегут. Так, а что, если мы поставим их еще дальше? Смотри, ну, две клетки, это большое расстояние. Давай. Семьдесят поставим. Семьдесят против шестидесяти. Вот так далеко их поставим. Во, давай посмотрим. Ну вот что, вот они. Да почему, почему они просто приземлились и сразу убились? И у них даже... Где мушкеты ваши? А, погоди. Какого хрена? Я же, по-моему, голодранцев ставлю. Точно, точно. Они же у меня были выбраны, и я голодранцев ставил. Никакие это не мушкетеры. Это самые обычные крестьяне. Ну, смотри, они их завалили. Так, понятно? Конечно, конечно, конечно. Так, давай-ка все очищаем, очищаем. Ставим мушкетменов. Сколько у нас там? Шестьдесят их было, да? Так, давай. И вот подальше тоже еще. Вот так вот. Давай. Смотрим. Ну и... Не, вот, смотри, они выдержали. А эти почему убились? Вы-то почему убились? Ребята! Ну что ж с вами-то? Задница тут. Охренеть! Ничего себе! Вот это жесть! Слушай, как они так их расстреляли-то? Давай-давай-давай побольше их поставим. Поставим побольше голодранцев. Мне просто хочется мясо увидеть. Мне хочется увидеть этот жестокий расстрел. Это как, знаете, когда народное восстание какое-нибудь подавляется. И толпа людей... Смотри, ну опять пол армии здесь потерялась. Восстание подавляется, и армия просто так выстраивается. Начинает расстреливать бедных крестьян! Ничего себе! Смотри, своих! Своих стреляет прям в затылок! Ну нет, конечно, у синих шансов вообще никаких. Нихрена себе он на них напал! У синих шансов, конечно, никаких нет. Хе-хе-хе-хе, так смешно бегут. На самом деле, на форумах очень активные идут обсуждения, потому что авторы действительно хотят игру разнообразить, хотят все новые и новые юниты вводить. Много разных идей. Они даже на Reddit, по-моему, открыли целую ветку, где можно предлагать свои варианты для новых юнитов боевых. И там были такие, я читал, что, типа, камикадзе самоубийца, который взрывается, или викинг, который будет с топором и в шлеме, и, может быть, даже со щитом ходить и бить. И там еще разные-разные очень угарные варианты были. Я думаю, что если все это воплотят в реальность, эта игрушка просто взорвет наш с вами мозг. Поехали дальше. Мы с вами тестируем сегодня, в первую очередь, мушкетеров. И также хвачу эту... Или хвача, я не знаю, что это такое. Не очень силен в военной терминологии. Так, что попробуем? Давайте попробуем. Сделаем 50... 50 стрелков, 50 мушкетеров. И поставим... Ну, не знаю, боксеры, в принципе, они даже не успеют дойти. Но посмотрим, может быть, они быстрее? Может быть, они быстрее, и они так быстро падать не будут. Сколько? Соточку поставим. 100 боксеров против... Так, убирай, убирай, убирай. 100 боксеров против 50 стрелков. Интересно, 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 что получится. Опять, смотри, полегли. Я не знаю, что с ними происходит. Что-то происходит. Давай, все, стреляй! Уоу! Ха-ха-ха! Ты смотри, смотри. Давайте вот так просто сзади встанем. Смотри, они такие метятся. Мне кажется, это какие-то, не знаю, может быть, даже китайцы, что ли. Потому что, ну, не даром у них такие узкие глаза. И они... Китайцы одними из первых, кто изобрел порох, были. Ну, согласно... О, смотри, 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 как он их нагибает. Согласно, по крайней мере, официальной истории. Ну, я бы не сказал, что с большим преимуществом наши мушкетеры победили. Так, ладно, ясно. Давай попробуем. Фермеры понятно, варвары тоже понятно. Поучеры! Вот давай посмотрим. Поучеры против мушкетеров. Поставим тоже 100 поучеров. Может быть, они их расстреляют? Давайте. Средневековые, можно сказать, луки против... Против... Современных орудий. Давайте, стреляйте! Чё вы идёте-то? Ну, понятно, они стреляют только с маленького расстояния. Поэтому им дойти ещё нужно. А пока они дойдут, пока они дойдут... О, полетели первые стрелы! Ни хрена себе, мушкетёры! Сражаются до последнего! Но их подавляющее большинство, конечно же. Стреляй в них! Твои луки крепкие! А стрелы быстрые! Не очень, да? Как-то сработало. Они очень смешно бегут. По-моему, как-то по-другому, нежели все остальные. Так, ладно. Это всё понятно. Значит, пешие... Пешие юниты особо-то неэффективны против... Против... Мушкетёров. Давайте попробуем, попробуем. Знаете, что сделать? Щитоносцев наших, щиперов поставим. Смогут ли... Смогут ли щиты быть пробиты с помощью этих... Этих вот дробин? Я уверен, что многие из вас уже сто раз играли и тестировали. Охренеть! Это просто какая-то жесть! Это просто какая-то жесть. Я уверен, что многие из вас уже тестировали и знают, как всё это работает. Но я-то не тестировал! Поэтому я-то... Я-то в шоколаде! Мне-то нравится всё это! Я-то это вижу в первый раз! Поэтому первые впечатления всегда самые яркие. И я их сегодня получаю. Надеюсь, вам тоже интересно смотреть. Давайте, сто! Сто щитоносцев против небольшой кучки. Ааа! Нихрена себе! Мушкетёры сложили! Практически треть сразу! Треть армии синих сложили своими дробинами! Знаете, в чём прикол? По-моему, они ещё пробиваются с одного выстрела, да? С одного выстрела пробиваются эти щиты! Щит от слова... Щит английское. Дерьмо переводится. Вот он такой, на самом деле, дерьмовый. Смотрите, такие... О-о-о! Стреляем вверх! Реально дерьмовая защита! Совершенно вообще неэффективна! А если мы щитовиков наших поставим... Вот таким вот образом! Чтобы сложно было стрелять-то! Ха-ха-ха! Они, конечно, стреляют, и они попадают сразу во всех! А если вот так вот они будут стрелять? Ну-ка посмотрим! Ну здесь, видишь, под углом. Они будут сейчас под углом стрелять. И, конечно же, смотри... Тон-тон-тон! Тран-тон-тон! Тружными рядами! Хе-хе-хе! Как домино! Ребят, смотрите! Прямо как домино сложились! Наши щитоносцы! Бедные щитеры! Ну что ж такое-то, а? Ну пока что, конечно, мушкетеры показывают себя с лучшей стороны. Что если мы сделаем мушкетеров? Смотри, вообще прикол сейчас сделаем. Мне кажется, это будет прикол. Мы их тоже поставим в ряд. Ну-ка, дети, встаньте в ряд! Встаньте в ряд! Встаньте в ряд! Шестьдесят! Шестьдесят! Мушкетеров против! Давайте тоже шестьдесят поставим. Так, щилт. Вот. Тоже шестьдесят поставим. Так. И вот так. Так. Так, 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 так. И так. Мне интересно, смотри, не получится ли так, что наши стрелки... А-ха-ха-ха-ха! А-ха-ха-ха! Чё? Чё произошло? Ха-ха-ха-ха! Ты один остался, лузер! Куда ты стреляешь? Стреляй вперёд! Вперёд стреляй! Смотри, его сейчас затолкают насмерть. Затолкают насмерть. Они все умерли! Все сразу же упали. Короче, я понял. Чё, Аня? Вы его убьёте, нет? Завалите его? Затопчите его. Смотри, они не могут ничего сделать. Я понял, в чём вся ссорится. Фишка в том, что... М-м-м-м... Если этот самый мушкет... Попадает... То есть он задевает кого-то... Рядом стоящего. То тот умирает! То есть это не просто огнестрельное оружие. Это, оказывается, ещё и... Оружие ближнего боя. Сколько, интересно, нужно клеточек? Давайте три клеточки между ними оставим. И поставим их вот таким образом. Мне интересно, действительно, они друг друга в затылок перестреляют или нет? Не то, что я такой маньяк. Мне просто хочется повеселиться. Так. Так. Вот так. Вот так. И вот так. Всё, мне кажется... Ну, ещё одного поставим. И посмотрим, не убьются ли они сейчас. Ну-ка. Нет, смотри-ка, смотри-ка. Они не достают друг друга. Смотри. Ха-ха-ха. Они как поставили друг другу на плечи. Ха-ха. На плечи друг другу поставили. Ну чё, так-то удобно, смотри, целиться. На плечо поставил. У тебя упор есть. Можно спокойно целиться себе. Смотри, эти сейчас друг друга перестреляют. В натуре перестреляют. Ха-ха. Друг друга стреляют. Этот сел вообще от безнадёги. Говорит, ребята, всё, я сдаюсь. С вами бесполезно сражаться, вы друг друга перестреливаете. Ну всё, толпа, конечно, навалилась. Навались толпа. Что-то сегодня, смотрите, у нас не так-то много отступников, которые бегают в церковь. Не так-то много у нас геев-гомиков, которые совокупляются здесь на кладбище. Всё, в общем-то, пока что прилично происходит. Так, ну ладно. Ладно, это мы, в общем-то, с вами потестировали. Как насчёт, как насчёт, как насчёт, допустим, колесницы. Вот мы сейчас ставим вот такой ряд из стрелков. Стрелков, я понял, нет смысла ставить друг за другом, потому что они будут только друг друга расстреливать. И, а здесь мы поставим несколько колесниц. Ну, допустим, раз, два, три, четыре, пять. Шестьдесят мушкетёров против пять колесниц. Ну-ка посмотрим, кто кого. Смогут ли они лошадей подстрелить? Они даже не успели выстрелить. А-ха-ха-ха, лузеры. Ха-ха-ха. О, нихрена себе. Нет, смотри, смотри. Они настолько медленные, что коники, коники их просто растоптали. Просто растоптали их в лепёшку. Всё. Только так их сделали. Как бог черепаху отделал, как говорится. Слушай, ну, блин. Чё-то совсем вы себя плохо показали. Давайте поставим три колесницы. Смогут ли три колесницы раскатать по полю битвы шестьдесят мушкетёров? Давай. Держись скорей. Держись крепче. Мои конные войны. Нихрена. Они вообще даже не успевают. Колесницы настолько быстрые, что они даже не успевают. То есть, ну, мушкетёры просто не успевают перезарядиться и просто наметиться на них. Слушай, ну, интересно. Одна колесница сможет справиться с шестидесятью. Смотри, вообще неравный бой. Давай быстрей, пока они не успели выстрелить. Они прям реально не успеют даже... Смотри, как медленно. А-ха-ха-ха. Как медленно они поворачиваются. И как они бесславно друг друга стреляют сами. Хрен вы в него попадёте. И вот ты посмотри. Это же просто... Это же просто флэш. Он настолько быстр... А, нет, смотри-ка. Ну, всё-таки... Он просто споткнулся. Он просто споткнулся. Видимо, он ноздрёй напоролся на мушкет. Та проникла. Ствол прошёл ему прямо в мозг. И он потерял сознание от счастья. Ясно. Так, ладно. С этим разобрались, в общем-то. Ну, я думаю, что две колесницы легко бы раскатали. Давайте попробуем, как насчёт пушек. Пушки — это тоже тяжёлое, можно сказать, огнестрельное оружие. Посмотрим, как пушки смогут ли раскатать. Проблема в пушах в том, что они очень медленно едут. Едут, и они большие, как цель. Ну-ка смотрим, смотрим. О, нормально вообще. Хо-хо-хо-хо! С первого выстрела! Нихрена себе! Ну, конечно, может быть, я 60 слишком много поставил. Просто давайте ещё раз посмотрим. Вот они, короче, едут. Сейчас прямо вот так вот встанем за ними, чтобы посмотреть, как-как они... Смотри, в ряд, в ряд просто взлетят сейчас. Готовы? Давай, выстрел, залп! О-хо-хо-хо! Нихрена! Ничего себе! Ребят, смотрите, как далеко улетели. Они просто улетели в свой лагерь. Обалдеть вообще. Так, надо... А если мы побольше поставим пушек? Допустим, мы поставим 7 пушек. Ну, тоже, мне кажется, один залп сейчас их просто снесёт. Ну, ничего, пушек у нас много, мы можем поставить. Но пушки, смотрите, они стреляют первыми. Вау! О-хо-хо! Как их сносит! Нихрена себе! Так, один у нас остался здесь молодчик. Стреляет до последнего! Не, шансов вообще практически нет. Просто улетела на гору! Одна из пушек. Давайте ещё пушек добавим. Сейчас мы вам добавим пушек. Сейчас... Давайте всё вообще заделаем пушками. Сколько у нас? Пятнадцать пушек сделаем сейчас. Пятнадцать пушек против шестидесяти мушкетёров! Рудик бой! Смотрите, я как знатный капитан проношусь. Чё это? Я не понял, почему они так медленно стреляют? Проношусь перед своей армией. Тут всего лишь одного убили. Двоих, троих. Три человек убили. Да это вообще нереально. Какой-то читерский юнит. Эти мушкетёры, по крайней мере, против пушек. Они вообще абсолютно бессильны. Точнее, наоборот, пушки против них абсолютно бессильны. Я думаю, что здесь против мушкетёров обязательно нужно выставлять кого-то, кто быстро идёт. Потому что если кто-то даёт шанс им выстрелить первыми, то... Извините, тут уже ничего не получается. Давайте попробуем катапульты поставим. Насколько катапульты быстро стреляют? Поставим сразу побольше катапульт. На всякий случай. Тридцатку катапульт против шестидесяти мушкетёров. Давай, заряжай волны! Всё, 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 пошло, поехал. Смотри, катапульты стреляют намного быстрее, чем пушки. Но при этом их... Их камни, они просто реально играют как шар в боулинге. Подожди. Как это красные победили? Как красные победили? Они можем... Подожди, они все вон стояли там. Все мои катапульты бравые были на месте. Как это они могли победить? Или что, они расстреляли всех этих мужиков, висящих на чашах. И эти мужики просто мёртвыми телами теперь висят? Как так-то вообще? Как красные могли победить? Или катапульта... Да смотри, опять победили. Они всех, они каждого что ли попали? Ну мне кажется, это что-то нереальное. Какое-то читерство. Ладно, катапульты не работают. Как насчёт баллист? Ставим давай баллисты. Так, тоже тридцатку поставим, баллист. Баллисты должны посильнее уже бить. Это одного в конце. Ну-ка давай. Давай-давай. Стреляй. От баллист вроде как ещё взрывная волна небольшая есть возле места приземления. Бам! О, вот это неплохо. Неплохо, неплохо. Но они тоже, смотри, практически всех уже перебили. Это что ж такое-то? Давай, баллиста! Не, вообще нереально, ребят. Это просто какая-то жесть. Ладно, баллисты не сработали. Так, что насчёт хвачи? Хвача у нас... Это такое... Я видел уже в обзорах. Хвача это такое... Орудие. Типа Катюши только стрелами стреляет. Или копьями. Или типа как баллиста. Такая автоматическая баллиста. Давайте сейчас не будем стравливать мушкетёров. Их хвачу. Мы попробуем... Мы попробуем... Хвачу на других юнитах. На юнитах. Так же, как мы пробовали сейчас с мушкетёрами. Только на других юнитах попробуем и хвачу. Посмотрим, насколько эффективна она. Восемь штук мы поставим здесь. А здесь мы поставим... А здесь мы поставим сто голодранцев. Давайте, мои неимущие. Они тоже в там полегли. О-о-о-о! Нихрена! Дождь и стрел! Это вообще... Это ад! Ребята, это... Я не понял. В смысле? Подожди, подожди. Хвача, она что? Один раз стреляет и всё? И разрушается, что ли? Ну-ка, смотри. Вот она стреляет. Вот она стреляет, стреляет, стреляет. И всё? И всё? Погоди, они даже не успели. Обалдеть! То есть это одноразовое оружие, которое стреляет всего лишь один раз. Охренеть! При всём своём могуществе это не такое уж эффективное оружие, я смотрю. То есть сто голодранцев даже не смогли завалить. Ну, естественно, одна хвача, она точно не справится. Ну что она? Она даже, она прям перестреливает их. То есть она ещё, прикол в том, что она не может стрелять... Она не может стрелять близко перед собой. И она сразу разваливается. Вот это понятно. То есть это хорошо на самом деле. Потому что если бы было читерское такое вот оружие, тогда нереально было бы против него играть. Давайте поставим хвачу эту подальше. Посмотрим, сможет ли она стрелять издалека. Чтобы прям в голодранцев попасть. Давай! Я не знаю, сколько у неё здесь зарядов. Типа метится. Вот таким вот дождём. Ооо! Вот это вот уже получше будет, смотри-ка. Но они восстают против... Закона в жизни. Они воскрешаются и идут дальше сражаться. Но она нехило их так покоцала. Давайте попробуем сделать... Так, стоп. Попробуем сделать голодранцев одной большой кучей. Вот так. Чтобы эта хвача смогла их поразить одним выстрелом. И посмотрим, удастся ли ей это сделать. Так. Так, отлично. Всё, поехали. Толпа! Да блин, они половина подохли здесь. Да чё ж такое-то? Что такие хилые? Только наткнулись друг на друга и сразу умирать. Давай, стреляй. Нормально, нормально. Вот это нормально. Но смотри, двое, трое выжили. А это значит, что красные победили. Обалдеть. Я даже не знаю, честно говоря. Ну ладно, ладно. Вообще, очень противоречивое такое. Орудие. Это хвача. Давайте попробуем. Давайте попробуем против... Ну, к примеру, против щилменов наших. Щитовиков. Посмотрим, посмотрим. Сможет ли она пробить щиты? Давай, стреляй уже. Ну-ка. Чё у нас тут происходит? Резкость. Наведись, заклинаю. Всё, полетели, полетели стрелы. Да, она... Погоди. Она... О-о-о! Никто не умер? Вы чё, серьёзно, что ли? Вообще никто не умер. Это что такое-то? Погоди, погоди, погоди. Ну, вообще, по идее... Эти стрелы должны протыкать щиты. Мои... Щитоносцы должны падать. Замертво. Почему этого не происходит? Ну-ка, стреляй. Давай, стреляй. Они просто... Они просто пригибаются. Смотрите. Вообще никто не пострадал. А вот этот хрен почему-то увернулся. Это вообще какая-то жесть. Слушай, ну чё за хрень-то? Просто реально какая-то хрень. Творится. Так. Что мы можем ещё попробовать сделать? Ну, хвача, короче, она себя не оправдала. Реально. То есть она хороша только если, допустим, мы делаем армию здесь. Здесь кучу. Толпу мы делаем сотку, к примеру. И такую хвачу одну ставим, к примеру. Ну, две. Дай, три поставим. Вот тогда есть смысл. Потому что армия не проиграет до тех пор, пока синие живы. А синие будут живы, потому что в первую-то очередь хвачи расстреляют. О! Ни хрена себе! Хо-хо-хо-хо! Один выжил всего! Обалдеть! Ну, то есть реально вообще оружие очень-очень крутое, но оно требует грамотного использования. Само по себе оно вообще, если вот оно одно в поле воин, оно вообще не воин. Так, ясно. С этим мы разобрались. Давайте попробуем сделать что? Хвача против хвачи? А, нет, мы с вами ещё не делали мушкет против мушкетов. Давай-ка сделаем армию мушкетёров. Так же точно ровную линию. По максимуму вот так вот её сделаем вертикально сейчас. Давай-давай-давай-давай-давай-давай! Так, промазал. А, 60 сделаем здесь и 60 мы сделаем здесь. Мышка очень дурацкая у меня, на самом деле. Жду, не дождусь, когда обновлю её. Чтоб можно было спокойно ей играть. 60 мушкетёров против 60 мушкетёров. 120 юнитов общей сложности. Сейчас они выстрелят. Давай, стреляй! Да прольётся чья-то крат. Хо-хо-хо-хо! Ни хрена себе! Ха-ха-ха! По-моему, у меня красных больше осталось, нет? Вообще, смотри, как их сносят. Чё у вас тут, ребят? Они вот редко очень стоят, и это хорошо. Потому что меньше шансов, что в них попадут. Да, синие явно выигрывают. Так, чё у нас здесь? Смотри, последний остался, последний. Ну всё, капец ему. Да, вообще, это очень крутое оружие. Очень крутой юнит. Что, если мы давайте сделаем один на один? Смогут ли они попасть друг в друга? Ну-ка. Хе-хе-хе-хе, просто ради интереса. Давай, дуэль! Пушкин против Дантеза! Давай! Кто, Пушкин? Не понял. Пушкин у нас должен быть красный. Поскольку он был... Как бы... Как это называется? Потомком. Потомком негра. Ну-ка, пробуем ещё раз. Пушкин, красный Дантез у нас синий. Ну-ка. Давай, Дантез, стреляй метко! А чё он не стреляет? Почему? Почему он не стреляет? Не понял. Давайте их рядом вообще разместим. А то вдруг, может быть, он не стреляет, потому что стесняется, что тут, допустим, дальше это ближе. Ну-ка, давай так. Вот! Стреляйте! Они, по идее, должны одинаково стрелять по времени. О-о-о, синий победил. Вот сейчас они более-менее ровно выстрелили. Ну-ка, ещё раз пробуем. Я не понимаю, почему таймер так странно работал в прошлый раз. Ну-ка, давай. Давай, Пушкин! Ну! Промазал! Меч всё лучше! Давай-давай-давай-давай-давай, головышкой своей верти. О, молодец. Теперь Пушкин победил. Вопреки истории, он остался жив, а Дантез у нас остался кормить грифов. Так, что мы ещё с вами не пробовали? Мушкеты мы с вами попробовали против мушкетов. Давайте попробуем напоследок. Сделаем просто жесть. Мы сделаем хвачу против хвачи. Хвачи-трюкачи, помните, у нас в GTA есть такой прикол. Так, погоди. Ровненько надо их поставить. Так. Сколько их влезет здесь? Тихо. Прямо ещё ровно надо сделать. Во! И? Всё, да? Семь. Ну, понятно. Давай семь, значит, сделаем. Семь хвачей против семь хвачей. Давай! Сейчас будет вообще жесть. Я не знаю. Они... Оооо! Ха-ха! Погоди, а как? Как выяснилось это, кто победил? Кто первый развалил, что ли? Обалдеть. Давайте сделаем их подальше немножко. Чтобы у них был какой-то запас, чтобы они подкатили на огневую позицию. Тихо-тихо. Ровно надо. Надо прям идеально ровно сделать, чтобы... Так, это восемь, не канает. Давай вот так. Ну, давай. Вот они. Чтоб они как раз подъехали на ту позицию, на которую у них летают стрелы. Охренеть! Вы смотрите! Это просто дождь из стрел! И синие опять победили. Да что ж такое-то? Ну-ка пробуем ещё разок. Смотрим, насколько у нас тут сработает. Давайте в этот раз мы на сторону синих пойдём. Тебе какой-то крик был интересный. Новый причём. Обалдеть! Обалдеть! А вот теперь синие. Синие опять победили. Как они победили, если они все сдохли? Здесь все развалились. Пробуем ещё разок. Давайте красные. Ну, давайте покажите, блин. Покажите на что способные. Вообще жесть. Вот представьте, теперь красные победили. Смотрите. Я не знаю, от чего это зависит. Кто-то говорил, что какого юнита в последнем ставе что-то побеждает, это не работает. Ребята, вы только что видели это, в общем-то, своими собственными глазами. Короче говоря, игрушка просто потрясающая. У нас теперь есть возможность обновлять её. Как только будут выходить новые юниты, мы с вами чуть ли не первыми на русском ютубе будем, конечно же, делать обзор. И если вам нравится эта игра, Total Accurate Battle Simulator, обязательно ставьте лайк этому видео. И теперь уже можете смело писать ваши варианты расстановок боевых порядков с учётом новых юнитов. Мушкетёров, мушкетносцев, мушкетстрелов. И также хвачи этой. Хвачи и трюкачей. Вот, следующая серия у нас будет посвящена вашим, вашим интересным, самым интересным постройкам, постройкам с построением. Поэтому давайте вперёд, налетай, пиши комментарии. Самые интересные из них будут показаны в следующей серии с упоминанием имени автора, кстати. Ладно, всё, на этом закругляюсь. Спасибо вам большое, что смотрели. С вами был Маугли. Всегда оставайтесь на высоте и подписывайтесь на мой канал. Покедова!